Украина получила от Норвегии 22 гусеничные самоходные гаубицы М109А3ГН калибра 155 мм. Об этом сообщили в Министерстве обороны этой страны. Кроме самоходных установок, пакет помощи также включает снаряжение, запасные части и артиллерийские боеприпасы. Вооруженные силы Украины зависят от поддержки Запада и нуждаются в вооружении и технике, чтобы противостоять атакам России. Украина специально запросила этот вид оружия. Развитие войны в Украине сейчас предполагает, что необходимо также жертвовать более тяжелую артиллерию и системы вооружения, заявил министр обороны Норвегии Берна Рильдграм. Норвегия также научила украинских военных, как использовать эту артиллерийскую систему, обучение проходило в Германии. Из соображений безопасности норвежское правительство дождалось публичного объявления перед тем, как сообщить о передаче Украине вооружения. На вооружение Вооруженных сил Украины поступили гусеничные самоходные артиллерийские установки в модификации М109А3GN. В начале мая сообщалось, что военные Украины могут получить около 20 единиц самоходных гаубиц М109 от Норвегии. Также недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины уже эксплуатируют подобные системы. ВСУ продемонстрировали в действии самоходные артиллерийские установки М109А3. Самоходная арт-установка М109А3GN – это норвежская версия 155-мм самоходной гаубицы американского производства М109 на гусеничном бронированном шасси. Норвежская версия САО является германской модернизацией американской М109А3, вооруженной новым стволом с длиной 39 калибров, что позволяет стрелять на большую дальность. Заявлено, что гаубица имеет максимальную дальность 24 километра 700 метров. Снаряды увеличенной дальности могут быть выпущены на дальность до 30 километров. Соединенные Штаты Америки вместе с международными партнерами работают над возможностью обеспечить Украину эффективными противокорабельными ракетами. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома в ответ на запрос украинской службы «Голос Америки». Современное противокорабельное оружие необходимо для защиты морских рубежей Украины в условиях российской полномасштабной агрессии. Представитель Белого дома поддерживает постоянные контакты с Киевом для удовлетворения актуальных потребностей по вооружению, которые требуются силам обороны Украины. Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее береговую оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем, приводят издания слова официального представителя. Высокопоставленный чиновник администрации также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются крупнейшим поставщиком оборонной помощи Украине для противостояния российской оккупации. Напомним, три недели назад в Белом доме сообщали, что администрация Джо Байдена работает над тем, чтобы передать противокорабельные ракеты украинским военным для помощи в преодолении морской блокады России украинских портов. Также добавим, что правительство Швеции передаст Украине новую партию военной помощи на фоне российской агрессии. В новый пакет оборонной помощи входят и противокорабельные ракеты РБС-17. А 8 июня правительство Великобритании подтвердило намерение поставить украинской армии высокотехнологичные противокорабельные ракеты Бримстоун. Великобритания передаст Украине РЛС обнаружение дронов для нужд вооруженных сил. Об этом сообщила на своем сайте компания Бликтер Савейланс Системс. Британский разработчик и производитель радиолокационных систем предоставит значительное количество своих радаров А-422 как средство обнаружения беспилотников. Поставка этих радаров в Украину является частью военно-технической помощи Соединенного Королевства для поддержки украинских войск в боевых действиях против российского агрессора. Компания-производитель отмечает, что первая поставка радаров состоится в этом месяце. Генеральный директор Бликтер Джеймс Лонг сказал, мы гордимся тем, что являемся частью широкого пакета военной поддержки, которую Великобритания предоставляет украинским вооруженным силам. Универсальность и надежность радиолокатора Бликтер А-422, как части всесторонне проверенной возможности борьбы с дронами, очень хорошо подходит для поддержания и усиления операции Украины на поле боя. Бликтер А-422 Деплойабл Рейдар Систем является полностью интегрированной готовой системой обнаружения дронов и наземного наблюдения. Его основная миссия – выявление нано- и микродронов, которые широко используются для разведки на полях сражений и в городских зонах боевых действий. Этот тактический радар обеспечивает обнаружение воздушных и наземных целей на расстоянии до 20 км. Система разработана для быстрого развертывания из транспортного положения. РЛС может использоваться для разведки поля боя, дистанционного наблюдения за границей и охраны периметра. Полностью интегрированная система включает в себя оборудование для крепления на мачте, системные кабели, источник питания от сети и надежный ноутбук для удаленной работы системы через проводное сетевое подключение. Радиолокационная система А-422 включает сектор горизонтального азимутального сканирования на 180 градусов. Для наблюдения на 360 градусов можно использовать конфигурацию с двумя А-422 спина к спине. Система использует антенны Бликтер W-20С, обеспечивающие широкое вертикальное покрытие под углом до 30 градусов. Государственный концерн Укроборонпром заключил контракты на закупку боеприпасов для артиллерии. Об этом говорится в сообщении ГК Укроборонпром. Сообщено, что контракты включают в себя закупку десятков тысяч боеприпасов. Концерн также занимается импортом вооружения и военной техники. Укроборонпром ежедневно работает над укреплением обороноспособности Украины. Кроме производства и восстановления вооружения и военной техники для вооруженных сил Украины. И это главная задача, концерн также импортирует вооружение и военную технику, говорится в сообщении. Вероятно, речь идет о 152 или 155-мм боеприпасах, которые используют вооруженные силы Украины. Несмотря на то, что в Украину массово поставляется артиллерия натовского калибра 155 мм, наши военные продолжают нуждаться и в 152-мм боеприпасах для советской артиллерии. В частности, они также нужны для колесных самоходных артиллерийских установок ДАНА, которые поступают в Украину. 155-мм боеприпасы в Украине нужны для прицепных гаубиц М777, самоходных артиллерийских установок М109, польских САУКРАП, французских САУЦЕЗАР и словацких СЮЗАНА-2, а также для панцерхаубица 2000, которые должны прибыть в Украину в ближайшее время. Решение о доставке танков «Леопард» в Украину из Испании на столе О решении по отправке танков спросили министра обороны Испании Маргариту Раблес. Возможность сделать эту отправку сейчас на столе, сказала она. Также добавила, что проблема с доставкой «Леопард-2Ай-4» состоит в том, что они долгое время были законсервированы и нуждаются в ремонте. Танки хранятся на промышленной площадке в Сарагосе. Это танки, которые на данный момент не используются. Чтобы их можно было отправить, нужно совершить соответствующий ремонт. Смогут ли компании произвести адаптацию этой техники? На сегодняшний день это не имеет смысла. Надо определить, что именно с ними делать, сказала Раблес. Министр обороны Испании отметила, что помощь Испании Украине координируется с партнерами по ЕС и НАТО. Умно, чтобы каждая страна посылала то, что может и координировала это с партнерами, добавила она. Также подчеркнула, что Испания поможет Украине всем, чем сможет. Напомним, недавно появилась информация, что Испания готова передать Украине танки «Леопард-2Ай-4» из РК «Шарат Аспид». Речь шла о 40 единицах немецких танков «Леопард-2Ай-4». Спасибо за просмотр. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин